Здравствуйте! Сегодня 7 марта 2022 года, 19 часов 6 минут. Сегодня утром включили электричество в 9.35. И наконец-то я смог включить свои электрические обогреватели для того, чтобы в доме стала постепенно подниматься температура 7 градусов. Сейчас на градуснике на высоте 1.5 метров от пола 9,6 градусов в доме. На улице температура около 0 градусов. На ночь будут морозы небольшие, 2-3 градуса, ну до 4 градусов мороза может быть. И сегодня днем такая пасмурная погода. Солнце без солнца было только вечером, когда уже солнце клонилось к горизонту. Солнце такими косыми лучами проглядывало из-под низкой облачности. А с утра и целый день сплошная облачность и солнца не было видно. Небольшой ветер дул, пчелы не вылетали, потому что холодно было, температура была 1-2 градуса тепла. Сегодня днем в такую погоду они не вылетают, для них это холодно. И сегодня днем несколько раз наблюдал, как по дороге, которая идет через село, асфальтированная дорога в сторону райцентра Репки, ездили военные машины вот этих вот российских оккупантов, этой сраной задрипанной армии. И сегодня я слушал передачи украинского радио через радиовещательный центр, телебашню, которая находится в Чернигове. Они там работают на дизельном генераторе. Мощность передатчика небольшая. Для телевидения нужна большая мощность передатчика, чтобы телесигнал распространять. Хотя для радиостанции там 1-2 киловатта и достаточно и в FM диапазоне эта радиостанция может спокойно работать, ее далеко слышно будет. Так вот, передавали сообщение, что сегодня и по Чернигову обстрелы были, никак не угомонятся эти захватчики. И разрушения есть, детские сады и школы, и роддома, и больницы разрушаются этими обстрелами. И вчера вечером в 23 часа 40 минут, я на часы даже посмотрел со стороны Чернигова. Три таких очень мощных взрыва были слышны. У меня все окна в доме задребезжали. Такой мощный дребезг был. Ну, не так сильно, чтобы они там повылетали, из оконных рам, но дребезг был очень сильный. Такого дребезга еще не было ни разу. У меня такое подозрение, что вероятнее всего, что обстрелы вот эти, которые делались из пушек по Чернигову, причем методично, монотонно, с утра и до вечера, и ночью, возможно, что на нефтебазу Черниговскую в резервуар попал снаряд. Ну, из пушечного снаряда образовалась в резервуаре пробоина, и произошло воспламенение этого резервуара. А рядом соседние резервуары, и они там друг за другом с мощными такими хлопками, взрывами такими вот, значит, распространились вот эти звуки во всей округе. По прямой до Чернигова, до границы Чернигова, приблизительно 45 километров, ну, а по дороге километров 50 получается. Но Чернигов довольно большой город, поэтому там еще километров 10 смело можно добавлять в разные стороны, и будет приблизительно то расстояние, которое преодолевает этот звук до меня. Я нахожусь в цели, которая расположена приблизительно на расстоянии 60 километров от границы с Россией, ну, и приблизительно такое же расстояние до границы с Белоруссией, с Белоруссией. И вчера вот эти звуки взрывов, конечно, меня сильно стревожили, потому что если взрывается топливо, то в этих резервуарах, то там и пожар будет, и там гореть это все будет, и вонять будет, и воздух будет отравлять. И плохо то, что, значит, не будет топлива для того, чтобы можно было, и чтобы скорой помощи могли ездить, и машины для тушения пожаров. То есть вред наносится этой сраной российской армией фашистской, колоссальной экономике Украины. И людей убивают, и детей, и стариков, и мужчин, и женщин, никого не жалеют. В общем, татары-монголы пришли своей ордой для захвата свободной и независимой Украины. Сегодня днем более-менее спокойно здесь в селе было. Выстрелов по селу не было. Никто никого не убивал. Здесь село не бомбят, потому что оно оккупировано, и здесь находится лагерь этих российских военных. Они там под лесом, на большой площадке такой спрятались. Табором таким стоят, как цыгане. И занимаются мародерством, грабежом села. И магазин ограбили продуктовый большой, самый крупный в селе. Ну и по другим магазинам тоже грабежи они осуществляли, которые помельче по селу есть. И по соседним домам, по хатам ходят, отбирают у людей продукты питания и в погреба лезут. В общем, мародеры самые настоящие. Вот такая вот сраная армия, которая в пропаганде российской преподносится, как будто бы это освободители долгожданные, как будто бы они защитники русского мира, русскоязычного населения. И как будто бы их тут должны были встречать с хлебом и с солью, с распостертыми объятиями, с улыбками на лицах. А на самом деле мы-то хорошо знаем, что из себя представляет эта российская армия. И по войнам и в Осетии, и в Абхазии, и в Молдове, в Приднестровье. Я сам когда-то давно, еще в 90-х годах, был в Молдавии в командировке и возвращался из Молдавии домой в Украину. И переезжал, это в Приднестровье, так мне там, мы ехали на легковой машине, и мне там в машину дуло автомата всунули. Вот, в общем, неприятные впечатления с тех пор сохранились. Вот что такое русский мир, он весь на автоматах строится. На флаге России, на этой трехцветной тряпке, нужно изобразить автомат Калашникова. И вот это вот будет, и это самое, и, значит, кости, две кости и череп, как у пиратов. Вот это будет флаг Российской Федерации. Трехцветное полотнище, черный череп, две кости крест-накрест скрещенные, и под ними автомат Калашникова. Вот это вот флаг этой российской, фашистской, вот этой структуры, татаро-монгольской, Улуса Золотой Орды. Героически украинский народ, и украинская армия, и отряды территориальной обороны противостоят захвату своих территорий. Из некоторых городов этих захватчиков уже повыбивали. Происходит обстрел ракетами и Житомирской области, Овруч, и Коростень. Такие городки бомблению подвергаются со стороны Белоруссии и России. И на Житомир там ракеты эти падают, крылатые. И Ирпень там, такой городок, который под Киевом находится, который в состоянии катастрофы гуманитарной находится, потому что там жилых домов уже почти не осталось. Его там так жестоко бомбят, так расстреливают из минометов и из вот этих вот градов, что там практически живого места не осталось. И Гастомир, который сопротивляется, это город под Киевом, на северо-западе Киева, который не пускает российские вот эти фашистские войска в Киев. Указом президента Украины Гастомилю присвоено звание город-герой наравне с другими городами. Это Харьков. Значит, в Донецкой области там несколько городов есть. Я сейчас не могу вспомнить список, потому что я сейчас тут как бы переживаю, волнуюсь, потому что я себе представляю состояние тех людей, которые в такой холод. Я тут в доме сижу, у меня хоть плюс 7 градусов было, хотя дом не отапливался несколько дней. Но хотя бы не бомбили и не взрывали, и крыша над головой есть. А я себе представляю состояние тех людей, которые пытались в Ирпене через железнодорожные сообщения на поезде выехать из этого города. Так вот эти российские фашисты взяли, взорвали железнодорожные пути для того, чтобы поезд из Ирпеня не мог уехать. И людям сообщили, власти Ирпеня, Ирпеня сообщил, что необходимо перебираться на дорогу, которая едет, которая идет в сторону юга Украины и в сторону Киева для того, чтобы можно было автобусами людей эвакуировать из этого города. Так вот эти фашисты, там и чеченцы были, там и другие представители разных национальностей Российской Федерации, так они этих несчастных людей обстреливали из минометов, из автоматов для того, чтобы люди не могли сесть в автобус и не могли оттуда из этого разбомбленного города эвакуироваться. Это вообще полный ужас, это безумие, вот это вот так русский мир защищает русскоязычное население. Причем, что самое интересное, что в Ирпене, в Гастобеле, там подавляющее большинство людей разговаривает на русском языке, там есть украинцы, которые разговаривают и на украинском языке, и на суржике русско-украинской, такой язык, помесь двух языков, но в основном там на русском языке в Ирпене разговаривают. Это такой курортный городок, вот, в основном постройка одноэтажная, но там есть и несколько многоэтажных домов из новостроя вот этого последнего, потому что удобное место для проживания под Киевом, там природа хорошая, чистой воздухе, это курортная зона считается. Вот так вот эти русские фашисты уничтожают и дома, и людей, и железнодорожные пути, и автобусы, и больницы, и роддома, и все, что угодно. Куда снаряд попал, то и разбомбили. Чтоб ты был проклят, паскудный карлик Пух, который ты там сидишь в памперсах на глубине один километр в Уральских горах, чтоб ты там сдох и чтоб ты там оттуда не вылез, чтоб тебя там замуровали, чтоб ты там сдох и от тебя и следа никакого не осталось. Сколько ты, падла, зла принес на территории Украины, украинскому государству, украинским людям, гражданам Украины и не только украинцам, а многонациональному украинскому роду. Сколько ты, паскуда, урод, моральный, падла, сколько ты зла и вреда принес Украине и никак ты, падла, не угомонишься, никак ты не назрешься чужой землей, чтоб ты, сука, сдох там в этом бункере. Я надеюсь на то, что найдутся здравомыслящие люди среди окружения этой шушеры, этой крысы кремлевской, которая прячется по бункерам этого окурка, недомерка, ростом в полтора метра на лабутенах, которые ходят, чтоб его там табакеркой по макушке лысой шандерахнули, чтобы оно падло ноги, протянуло и больше своей вонью, своей злобой, своей ненавистью к людям не отравляло жизнь во всем мире. Извините, я волнуюсь, переживаю, потому что я понимаю, в каком тяжелейшем состоянии находятся те люди, которых бомбят круглосуточно, как Чернигов тут бомбит. Вот это вот российское войско, это паскудное. Я выхожу во двор дома и у меня через окна видны направления, у меня окна из дома направления на Чернигов я вижу, и как вспышки света происходят, как из пушек обстреливали вчера, позавчера методично, с утра до вечера молотили, по всему Чернигову стреляли, а Чернигов это крупный город, и там многоэтажная застройка, там есть частный сектор, но там и много, и девятиэтажных домов советской постройки, и там более высокие дома есть, 14 и 17 этажей из дома, и как по этим несчастным людям в кирпичных, в этих панельных домах снаряды попадают, и как там люди погибают, в общем, это страшное дело, это словами не передать, поэтому простите меня за то, что я вынужден был применять такие слова, но просто это животное, это шушер, это крыса, паскудная, шизофреник, психопат, и параноик, который на исходе своих дней устроил фактически третью мировую войну своим нападением на Украину, свободную, независимую, миролюбивую, дружелюбную страну, и пытается построить СССР 2.0, или просто покорить Украину на очередные 300 или 500 лет, для того, чтобы Украина утратила свою государственность и была просто областью или федеральным округом в составе Российской империи, этой паскудной. Слава Украине, слава героям Украины, слава защитникам Украины, слава всем здравомыслящим людям во всем мире, которые и добровольцами идут помогать украинцам и не только украинцам, а украинским гражданам защищать нашу свободу, независимость. И по последним данным, уже более 11 тысяч погибших этих захватчиков, которых ввели, ввели, ввели обманом на территории Украины. Огромное количество танков подбито, уничтожено, большое количество самолетов, вертолетов сбито, так что Россия несет колоссальные потери в этой войне. И уже дошло дело до того, что даже в Сирии нанимают наемников для того, чтобы от имени России они воевали на территории Украины и стреляли в украинских граждан. И, в общем, во все живое, что движется, в той стреляй. Вот таким вот образом. 300 долларов платить им будут, этим сирийцам, за то, что они тут будут в войне участвовать. Ну, за 300 долларов рисковать своей жизнью, я вообще не знаю, это каким надо быть идиотом для того, чтобы согласиться пойти на войну. Ну, я не знаю, может быть, уровень жизни в Сирии настолько низкий, что 300 долларов для них это большие деньги. Ну, американские доллары имеются в виду. Так что, Карлик Пу, чтоб ты, падла, сдох, чтоб от тебя никакого следа на земле не осталось и чтоб твоя гребаная империя разрушилась на 100 мелких государств и чтоб от России осталось только московское княжество, улуз Золотой Орды, с Кремлем и значит, с флагом вот этим трехцветным, с черепом черным и костями и с автоматом Калашникова на шпилях московского Кремля. Всего доброго здравомыслящим людям. Украина стоит, держится и мы победим эту фашистскую, российскую черную чуму. До свидания, до следующих выпусков моих сообщений. До свидания,